Приветствую, друзья. После выхода обзора на ЦАП Colorfly CDA M2 он стал, так сказать, моим устройством на каждый день. Поэтому я никак не ожидал встретить его почти полный аналог от совсем другого, куда менее известного производителя. Причем еще и в два раза дешевле. Внутри EPS TP50 стоят два флагманских чипа конвертера CS4398. За усилительную часть от отвечают тоже два Ricor RT6863, а на USB, вот только отмеченный мной в положительном ключе, чип от компании Comtru. То есть железо тут самого высокого уровня, насколько это вообще возможно в подобном форм-факторе. Ну и как не отметить наличие экрана, двух уровней усиления, SPDIF на трех с половиной миллиметровом разъеме, функции подавления щелчков и того самого аудиофилского фильтра нос. Просто потрясающий девайс. О нем сегодня и поговорим. Поехали. Приходит ЦАП в вытянутой такой коробке с перечнем технических характеристик с обратной стороны. Внутри я нашел инструкцию, сам ЦАП и неплохо выглядящий восьмижильный Type-C кабель. Из железа, как я уже сказал, в него установили два чипа конвертера Cirrus Logic CS4398, два усилителя Ricor RT6863 и Comtru CT6801 PR на USB. То есть круче не придумаешь. Экономии я тут не вижу от слова совсем. Ну и радует конечно наличие OLED-дисплея, благодаря которому настройку можно менять даже в момент прослушивания. По разрешению мы имеем топовые на сегодня 32 бита 768 кГц для PCM и DSD256. В плане мощности тоже солидно. 121 мВт на обычном трех с половиной миллиметровом выходе и целых 240 мВт на 32 ума нагрузки на балансе. Чего хватит не только для каких-нибудь гибридных внутриканалок, но и для в меру тугих полноразмерных наушников. При работе девайс почти не нагревается, никаких шумов в паузах не издает и опять же не поддерживает гарнитуру. Корпус у ЦАПа небольшой и чуть крупнее CDE M2. Тоже выполнен из металла с аналогичными скосами, ровно таким же экраном, меню и расположением кнопок управления. Есть у меня подозрение, что ноги у этих устройств растут из одного OEM завода, но для нас это не так уж и важно. Главное, что сборка здесь отличная и есть отдельная кнопка, чтобы активировать экран и вызвать системное меню и две раздельные клавиши управления своей собственной внутренней громкостью. В меню нам доступно изменение уровня сигнала, корректировка баланса каналов, выбор одного из цифровых фильтров включают знаменитый NON-OS, какой-то непонятный улучшайзер для эффекта аналоговости, включение цифрового SPDIF на 3.5 мм разъеме, функция подавления щелчков, несколько настроек для самого экрана, заморозка всех установленных параметров и сброс их на заводские настройки. То есть список, если сравнить с Colorfly, даже немного расширился. В остальное время на экран нам выводят характеристики текущего аудиопотока и в строке состояния значение почти всех выбранных нами настроек. По торцам же все по классике. Type-C вход и два выхода. Балансный пентакон 4.4 мм и классический уже джек на 3.5 мм. Потребляет TP50 более-менее гуманно. На 5 В приходится около 1.1 ампера. Да, ровно как и у Colorfly CDA M.2. Не скажу, что это мало, скорее терпимо. Никаких драйверов к данному девайсу опять же не предусмотрено. Оттого ASIO интерфейс, если он вам нужен, придется заводить через порты типа ASIO4ALL или Flex ASIO. Можно еще попробовать родной софт от компании Comtron, но у меня с ним ничего не подхватилось. Хотя эксклюзивных режимов в ESP тут более чем достаточно. Для мобильных же систем и всего, что построено на Linux вообще ничего не нужно. Причем поддерживается в том числе и высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Все измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на АЦП и Ванда Космос. Где получил довольно-таки схожие между собой результаты за исключением, конечно, взаимопроникновения каналов. Но так оно, друзья, и должно быть. В остальном тут просто шикарная по своей линейности АЧХ, высокий динамический диапазон и шумовая полка на уровне минус 150 дБ. Гармонические искажения на балансном выходе составляют минус 131 дБ, а на трех с половиной миллиметровом минус 123 дБ. В то время как интермодуляционные на 4,4 мм дают минус 129 дБ, а на трех с половиной миллиметровом выходе минус 127 дБ. Что соответствует шесть и десять сто тысячных процента к HD плюс N. То есть с баланса ЦАП бьют почти все рекорды, а на обычном трех с половиной миллиметровом выходе просто очень достойное значение. В любом случае технический аппарат шикарный и придраться тут особо не к чему. По своему же характеру EPS TP50 с одной стороны дает ровно такое же как у CDE M2. Серьезное и довольно таки собранное звучание, а с другой они почти полная противоположность друг друга. Colorfly на мой взгляд детальнее, с лучшим разделением и динамикой, но с куда меньшей мелодичностью, масштабом и ощущением сцены. Которая в случае героя обзора еще и интимно так приближена к слушателю. Образы на TP50 очевидно сочнее, а само звучание не настолько строгое и нейтральное как у CDE M2. Тут и явно ощутимый же рок, он же тембральный вес и объем, и выразительность и очень неплохая мелодическая составляющая. На фоне которой цап от Colorfly выглядит как пресный сухарь со слишком уж тонким звучанием. Да, послушав оба этих решения, уверен мало кто выберет Colorfly. Там куда лучше прорисовка, чуть больше воздуха и точнее очерчены границы. Но суммарное оформление всего этого, скажем так, не особо располагает. Если помните, я выделял CDE M2 как решение с даже более подчеркнутой динамикой, чем на моем стационарном цапе SMSL DO300 с усилителем для наушников HO200. Так вот, в герое обзора я подобного не ощущаю. Да и вообще считаю, что такое излишество вовсе не идет звучанию на пользу, а выполняет роль рекорда ради рекорда. Чтобы человек послушал, изумился и купил. В TP50 же всего хватает, причем ровно в том количестве, в котором это необходимо. Да, в данном смысле наша модель теперь уже немного уступает моей стационарной связки, но куда лучше, например, TP20 Pro или Snowy Knight. В последнем этой динамикой-то называть сложно. Очень своеобразная у Эфул получилось решение. Самой же, пожалуй, важной характеристикой, которую я могу дать Эпс ТП50, это по-настоящему бархатные тембры со строгим и при этом почти живым характером. Да и с приятным слуху аналоговым смягчением, которое можно еще и усилить изменением настроек. Звучит же герой обзора чуть сдержанно, но при этом сверх вовлекающе. Если вам по какой-то причине не хватит здесь четкости или разделения, то просто переключите фильтр на нон-ос и музыка в ваших ушах буквально преобразится. Согласен, не кардинально, но, так сказать, ощутимо. В Эпс ТП50 мелодии прямо хочется подпевать или, откинувшись в кресле, молча вкушать аудиальные ландшафты и пейзажи. Очень достойное, как для своей цены, решение. Не без огрехов, конечно, с целостностью они на мой вкус слегка перегнули, но прямо вкусное и хорошо сбалансированное. Низкие частоты тут глубокие, в миру собранные, с отличной прорисовкой и скоростью. Серединка скорее цельная, с упором на мелодическую составляющую и масштаб и столь же весомые, почти живые верха. Без синтетики, лишней грязи, колкости или чрезмерного выпячивания. Это, конечно, очень зависит от ваших наушников, но сам по себе ЦАП слегка добавляет аналоговости и чистопленочной теплоты. Конечно, не так обильно, как ТП20 ПРО, но тоже ощутимо. По стилистике аппарат универсальный, слушайте на нем хоть рок с металлом, хоть джаз с какими-нибудь академическими произведениями. Сцены рисуются достаточно глубоко, у инструментов есть вес и объем, правильно построена система из образов, все нюансы на своих местах, прекрасная выразительность, интимно выдвинутый вокал, мелодика. В общем, все ровно такое, каким оно и должно быть. Придраться могу лишь к четкости, ее можно было чуть сильнее подчеркнуть, ну и той самой бархатности. Хотя, это, на мой взгляд, скорее плюс данной модели. Итогом, мобильный ЦАП EPS TP50 прекрасно выглядит, имеет удобный дисплей для быстрой настройки, целых 240 мВт мощности на балансе, очень недурственный чип на USB, чуть ли не лучшую усилительную часть на рынке, два флагманских чипа конвертера, цифровой и спидив выход, систему коррекции щелчков и уже набравший популярность фильтр НОС, позволяющий в правильном смысле добавить звуку эдакой аналоговой четкости. Само же звучание здесь одновременно и строгое и живое, с легкой бархатистостью, подчеркнутой мелодикой и хорошим таким упором на эмоциональную составляющую. То есть, это тот самый взрослый звук в теплой аналоговой оболочке, который некоторые меломаны ищут годами. Да, не самый топ. На мой вкус, Simgood Dev 4X звучит еще ближе к оригиналу, но мощности у того, как говорится, кот наплакал, да и сам характер попроще. Если цените сразу и строгость и эмоции, это вот то, что нужно. Джаз и всякая инструментальная музыка буквально созданы для данного девайса. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП EBS TP50. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра. Субтитры создавал DimaTorzok